Немецкая промышленность Установлено, что немецкие тяжёлые танки нового образца производятся и ремонтируются на предприятии фирмы «Хеншель» в городе Кассель. Заместитель начальника первого управления ГРУ — полковник Мильштейн. Заместитель начальника первого управления ГРУ — полковник Мильштейн. Дорогие фрайтеры, мы имеем очень эмоциональный ладон. Я не буду информировать о вашей встрече. Дорогие фрайтеры, когда вы председатель обещает вас... Верните! Франц, контактируйте! Полковнику Мильштейну. Совершенно секретно. Немедленно подготовить диверсионно-разведывательную группу для заброски в кассель и проникновения на завод. Задачи — добыть производственно-техническую документацию, уничтожить наиболее ценное технологическое оборудование, а подготовки докладывать ежедневно. Ильичёв. Полковнику Мильштейну. Совершенно секретно. В последние декады июля зафиксирован существенный рост числа бомбардировок немецкого города Кассель, Королевскими военно-воздушными силами Великобритании и ВВС США. Основной целью атак являются заводы фирмы «Хэншель» по производству танков и запасных частей к ним. Оперативный дежурный 5-го отдела ГРУ — майор Матюшин. Начальнику ГРУ Красной Армии генерал-лейтенанту Ильичёву. В ночь на 30 июля диверсионно-разведывательная группа проникла на предприятие с целью добычи конструкторских документов. В эту же ночь Кассель бомбила авиация союзников. В назначенное время группа на связь не вышла. Вероятно, захвачена или погибла. Полковник Мельштейн. Входим! 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 Председателю Государственного комитета обороны СССР Товарищ Сталин, действиями авиации и диверсионных групп уничтожить производственные базы противника не удалось. Считаю необходимым ускорить оснащение Красной Армии мощными противотанковыми средствами. Начальник ГРУ Красной Армии генерал-лейтенант Ильичёв. Летом 1944 года Красная Армия наступала на широком фронте от Балтийского до Чёрного моря, завершая освобождение территории СССР от оккупации. Западные союзники высадились во Франции. Под натиском крупнейших мировых держав гитлеровская Германия проигрывала войну. Руководство Третьего рейха было убеждено — нужно ускорить перевооружение вермахта и люфтваффе, укрепить боевую мощь новейшей техникой — тяжёлыми танками, реактивными самолётами, а также баллистическими ракетами. Собрав последние ресурсы, немцы надеялись с помощью нового чуда-оружия — вундерваффе — нанести союзникам по антигитлеровской коалиции сокрушительный удар и принудить их к подписанию мира на приемлемых для рейха условиях. Но для переоснащения немецкой армии требовалось время, его оставалось всё меньше. К августу 1944-го советские войска, освободив Белоруссию и Украину, вошли на территорию Польши. Передовые части 1-го Украинского фронта захватили плацдармы на западном берегу реки Вислы, около города Сандомер. 6-й гвардейский танковый корпус прорвал немецкую оборону около города Бараново-Сандомерского. Танковый удар на юге Польши разрушил планы командования вермахта по стратегической обороне на Вислинском рубеже. Немцы рассчитывали остановить противника на восточном берегу и создать мощную оборонительную линию. Выигранное время позволило бы оснастить танковые войска новейшей бронетехникой, а авиацию — реактивными самолетами. Сотни тысяч восточных рабов трудились на подземных заводах, обеспечивая фронт оружием и боеприпасами. Бараново-Сандомерские плацдармы Красной армии меняли ситуацию в корне. Адоль Гитлер заявил, «Плацдармы представляют собой пистолет, приставленный к голове империи. Его необходимо срочно ликвидировать». Группой армий, противостоящих 1-му Украинскому фронту, командовал генерал-полковник Йозеф Харпе. Его войска уже потерпели поражение под Львовом. Сдержать русских на Висле было его единственным шансом реабилитироваться. Чтобы выправить положение и отбросить русских на правый берег, немецким войскам требовалось подготовить сокрушительный удар в наиболее уязвимое место — в переправы через реку. Командующий 1-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Иван Конев прекрасно осознавал важность сохранения плацдармов. Если их не удержать, немцы укрепятся, и повторное форсирование реки повлечёт за собой огромные жертвы. При этом ставка Верховного Главнокомандования требовала продолжения наступления, пока враг не наладил систему обороны. Три бригады 6-го гвардейского танкового корпуса, в которых на ходу осталось до полусотни тридцать четвёрок, нанесли удар южнее Бараново и устремились к Ракову, сумев прорваться к городу Вислица — транспортной развязке на юго-востоке Польши. Стремительное продвижение танков застало немцев врасплох. Городок обороняла пехотная часть, из бронетехники имелось лишь несколько самоходок штук. В серьёзной оборонительной линии противник создать не успел. Однако задача гвардейцев была не из лёгких. Брать Вислицу приходилось без разведки, артподготовки, без авиационно-бомбового удара. Танкисты могли рассчитывать только на бойцов стрелковых рот и свои собственные силы. После яростной перестрелки со штуками на окраине города 53-я гвардейская бригада первой ворвалась на улицы города. Вечеру того же дня полковник Архипов доложил по рации. Вислица в сита. Наступление советского танкового корпуса на Краков открыло перед генералом Харпы возможность одержать небольшую, но очень важную победу. Достаточно отрезать корпус от основных сил русских, и он будет разгромлен, что основательно ослабит танковую армию генерала Рыбалка. Потрёпанные дивизии Харпы принимали эшелоны с пополнением. Штаб срочно верстал план главного удара от Хмельника в направлении Шидлов, Сташев, Баранов, целью которого являлось уничтожение основных переправ через Вислу, связывающих русских с Восточным берегом. Вспомогательный удар должен был отсечь от тылов 6-й гвардейский танковый корпус к востоку от Вислицы и стрелковой дивизии на южном фланге. Приготовления немцев не остались незамеченными. Маршал Конев доложил о ситуации в Ставку. Он считал наступление на Краков преждевременным, а бригады танкового корпуса истощёнными. Одновременно усиливались атаки противника в районе Бараново. Наши войска, прошедшие в сражениях сотни километров, устали. Ряды воинов, особенно танкистов и пехотинцев, поредели. Нуждались в отдыхе и пополнении боевыми машинами танковой армии. 3 августа Сталин с неохотой позволил Коневу прекратить наступательную операцию на Краков. Общее наступление силами двух танковых армий, ранее запланированное на 6 августа, было отменено ради уплотнения обороны вокруг плацдармов. Приказ об отмене удара на Краков был полной неожиданностью для танковых экипажей. Он застал командира 53-й гвардейской танковой бригады полковника Василия Архипова в районе станции Вислица и привёл в уныние. Земля под его танками была самой западной точкой Европы, освобождённой Красной армией от немцев. Приказом командования 53-й танковой бригаде предписывалось занять оборону восточнее Шидлова. Повинуясь приказу, танковый корпус повернул на восток. Не приученный обсуждать приказы командования, Архипов как опытный командир понимал, если в штабе армии принято такое решение, значит, бригаду под Шидловом ждёт настоящее бегло. Узнав об отступлении русских, генерал-полковник Харпе пришёл в ярость. Это означало одно — советский танковый корпус вывернулся из ловушки. Не хватило каких-то суток для организации отсекающего удара. В штабе Харпе лихорадочно просчитывали другие варианты, включая создание оборонительной полосы западней Вислы. Но распоряжение из Берлина перечеркнуло любые планы, кроме контрнаступления. Приказывают группе армий ликвидировать русские плацдармы в районе Бараново. С 6 августа оба советских плацдарма подвергались непрерывным атакам по всему периметру обороны. Самолёты Люфтваффе бомбили переправы, нарушая снабжение. Подкрепления, перебрасываемые на левый берег, несли потери. Наземные службы советских ВВС не поспевали за стремительно продвигающимися на запад войсками. В критические дни начала августа плацдармы оказались за пределами зоны действия советских истребителей, без воздушного прикрытия. Находясь в воронке, видишь, как самолёт пикирует и сбрасывает бомбы. Смотришь — они отрываются от самолёта и летят прямо на тебя. Закрываешь голову руками, как будто это спасёт, и ждёшь. Взрыв. Слава Богу, мимо. Но это страшно. Маршал Конев мог рассчитывать только на наземные войска. Для удержания позиций он сосредоточил у Сандомера две танковые и одну общевойсковую армию. Только такими силами можно было сдержать немецкий натиск. Но проблема заключалась не только в численности солдат и количестве техники. Под Барановым три советские армии фактически находились в полуокружении, соединённые с большой землёй лишь тремя дамбами и несколькими паромными переправами через Вислу. Войска нуждались в расширении плацдармов, увеличении контролируемой береговой полосы. В этой сложнейшей ситуации Конев принял рискованное, совершенно неожиданное для немцев решение — нанести охватывающий удар и отсечь сандомирскую группировку вермахта. Танковая бригада Архипова, занимавшая позицию у Шидлова, получила приказ отойти в тыл для срочного ремонта и пополнения топливом и боеприпасами. Без этого она была небоеспособна. На западную окраину городка прибыла стрелковая дивизия, усиленная двумя истребительно-противотанковыми артиллерийскими полками. На вооружении полков имелось четыре десятка орудий ЗИС-2, калибра 57 мм и ЗИС-3 калибра 76 мм. Времени окопаться, подготовить и замаскировать позиции оставалось менее суток. Противотанкисты — это артиллерийский спецназ, призванный стрелять не за горизонт, а прямой наводкой под прицельным ответным огнём врага. Истребительный полк номер 1076 прошёл с боями всю Украину, был отмечен наградами. Но никогда ему не приходилось выполнять настолько ответственное задание — прикрыть Шидлов с северо-запада и не допустить прорыва немцев к Сташеву. Ведь там прямой выход на Барановские переправы — самое уязвимое место Советского фронта. Командир полка подполковник Фёдор Калинин был весьма обеспокоен сообщением о новых немецких танках. В оскудности сведений догадался — об их слабых сторонах ничего не известно. Опыт подсказывал максимально использовать местность. Накануне боя Калинин расположил все шесть батарей полка на обратных склонах невысоких холмов. Так немецкие экипажи смогут засечь артиллерийские позиции, лишь находясь вблизи. Тем самым противник утрачивал главное преимущество своих дальнобойных пушек — вести убийственно точный огонь с полутора-двух километров. Позиции батарей образовали уступы, чтобы брать атакующих в артиллерийскую вилку. Калинин волновался не зря. Накануне к Мельнику прибыл 501-й батальон, вооружённый новейшими «Тиграми Б», о которых ходило столько разговоров по обе стороны линии фронта. 45 танков — самых больших из всей крупносерийной бронетехники той войны. Толщина лобового листа — 150 миллиметров, длинноствольная пушка с отличной прицельной оптикой. Первое же применение в Западной Европе новых «Тигров», неофициально именуемых «королевскими», было весьма успешным. Немецкие танкисты поверили в их несокрушимую мощь. Этому батальону предстояло послужить остриём копья танковой дивизии, что пронзит советскую оборону до самой Вислы. 16-я танковая дивизия выступает из района Хмельника в восточном направлении, уничтожает встречающиеся слабые группы противника, не обращая внимания на фланги и выполняет ближайшую задачу — захват плацдарма на реке Чарна в районе Сташува. Разведгруппа в составе стрелковой роты и нескольких орудий, преимущественно калибром 45 миллиметров, затаилась у дороги «Хмельник-Шидлов». Перед разведчиками стояла ответственная и опасная задача — ввязаться в бой с немецким «Авангардом», выяснить его численность и состав. Ночь выдалась тёмная. В третьем часу послышался гул моторов, потом лязганье гусениц. Наконец из мрака проступили исполинские силуэты. Расчёт приготовиться к бою! Расчёт приготовиться к бою! При свете редких звёзд и прикрытых щитками фар колонна бронетехники показалась на дороге. Дальность 800! Наводить по головному! Тяжёлый поступь «Тигров» навеял страх и на самых мужественных. Ясно же, 45-мм снаряды не причинят громадинам никакого вреда. Командир подарил малодушную мысль — остаться в укрытии, пропустить бронетехнику мимо. Когда головная машина приблизилась метров на 200, он скомандовал огонь. Дальность 800! Наводить по головному! Посредь башни! Огонь! Немцы не ожидали отпора так далеко от Шиблова. Они теряли драгоценные минуты, чтобы перестроить танки в линию атаки. Огонь! Взрывы! 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 Советские батареи дали новый залп. Потом каждый расчёт действовал самостоятельно, часто меняя позицию. Взрывы! Взрывы! Несокрушимые «Тигры» замерли, не в силах сходу преодолеть слабый заслон разведотряда. Взрывы! Пока грохотали орудия, радист торопливо отбивал в эфир. Немецкая танковая группа приближается. В ходе ночного боя разведгруппа потеряла все орудия и половину личного состава. Но их жертва была не напрасной. Они выиграли драгоценные часы для укрепления позиций у Шидлова истребительно-артиллерийскими полками. Полковник Калинин с тревогой прислушивался к раскатам близкой канонады со стороны Хмельника, всматривался в Зорнице. Очевидно, что немцы начали операцию и скоро опробуют оборону полка на прочность. На рассвете по батареям ударила авиация. Воздух! Затем Калинин увидел необычайно крупные танки в сопровождении панциргренадёров. Они накатывались не спеша, с остановками, часто стреляли. Но разрывы фугасов вздымались далеко от цели. Калинин понял — наводчики в башнях не видят позиций, бьют наугад, зная, что где-то здесь засели противотанкисты. Надеются вызвать ответ на огонь, чтобы сориентироваться по вспышкам и сравнять полк с землёй. Значит, жизненно важно не отстреливаться до последнего момента. Командир полка оставил наблюдательный пункт и ещё раз обошёл батареи по свежеотрытым траншеям. Убедился, что каждый комбат, каждый командир орудия знает — огонь не открывать без команд. Данные именно этой батареи, именно этому расчёту. Танки приближались. Их снаряды ложились ближе и ближе. Артиллеристы ждали, терпели из последних сил, стиснув зубы. Стальные чудовища неудержимо двигались на наши позиции. Толпы автоматчиков, устремлявшихся вслед за ними, казались почтительной свитой, сопровождавшей особ королевской крови. Огромной, волнистой от циммерита броне. Даже пантеры в сравнении с ними смотрелись не столь устрашающе, как и другая бронетехника — Штуги и Ханамаги. А Калинин по-прежнему медлил. Лишь когда до первых машин осталось не более 300 метров, подполковник прокричал долгожданную команду двум батареями. Очевидно, немецкий командир пришёл к выводу — все орудия русских вступили в бой. Оставалось раздавить их и ворваться в шитов. Королевские «Тигры» вышли вперёд и поползли к советским окопам. Орудия первой батареи стреляли непрерывно. Закипало масло в гидравлике. Расчёты влокли от непрерывного грохота. Огонь! Командир орудия, старший сержант Хазир Ашитов, исчерпал все русские и татарские ругательства, проклиная непробиваемые немецкие танки. Прицел 4! Они принимали десятки попаданий, но неумолимо приближались. Рашитов заменил раненого наводчика и сам припал к прицелу. Уже различались комья земли, падающие с траков широченных гусениц. Галинин вёл в бой ещё одну, пятую батарею. Сработала его последняя заготовка — неожиданный фланговый обстрел танкового «Авангарда». Командир «Головного тигра», оглушённый и дезориентированный множеством ударов по броне, вдруг начал разворот навстречу пятой батареи, подставив борт орудию Рашитова на чрезвычайно короткой пистолетной дистанции. Броня у «Кормы» вспыхнула оранжевым пятном пробития. Танк замер, над двигателем взвился тыль. Немцы ещё не ввели в бой основные силы 16-й дивизии. Но эта первая победа вызвала небывалый подъём у артиллеристов. Натруженные руки с утроенным рвением бросали снаряды в раскалённые казённики. Калинин дирижировал полком, как симфоническим оркестром. Вводил батареи в бой, указывал и распределял цели. Во время короткой паузы приказал поменять расположение части орудий. Любая ошибка грозила гибелью и самому дирижёру, и его людям. Столь мощное сопротивление на северо-западе Шидлова никак не вписывалось в планы наступления. Этот городок планировалось занять походя без потерь. Но приближался полдень. Немцы несколько раз меняли направление удара. На поле боя недвижно застыли десятки уничтоженных или повреждённых танков. А советские истребители всё держались. Над позициями двух артполков бушевал ураган разрывов, пламени, осколков. Однако батареи неутомимо отбивали атаки. Лишь после нового удара люфтваффе танковая группа проломила оборону и прорвалась к Шидлова. На этом наступательный порыв иссяк. Немцы откатились на исходную. Город решено было обойти с двух сторон и взять в клещи, не ввязываясь в уличные бои с неизбежными потерями. Советские части отступили на восток. Штаб генерала Харпе отправил в Берлин победную реляцию. Оборонительные линии русских сметены. Остатки пехотных и артиллерийских частей бегут к Висле. Операция развивается по плану. До переправ всего один день боёв. Положение войск маршала Конева на Сандомирском плацдарме действительно было сложным. Но артиллерийский заслон под Шидловом послужил лишь первой линией обороны. Немецкий танковый клин с королевскими тиграми на острие понёс серьёзные потери, ещё не встретившись с советскими танками. Главный бой на Висле был впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова